Во-первых, хочу поздравить Андрея с днём рождения, пожелать ему всяческих успехов, всевозможных благ. Первая моя встреча с Андреем, наверное, она была в Deutsche Bank в полдруме, в игровой. С Андреем, с тобой мы познакомились на волейбольной площадке. Я тогда пришла первый раз на волейбол в Deutsche Bank, у меня было не очень хорошее настроение, я сидела, грустила. И там как раз было два капитана, которые набирали свои команды. Первый раз я упала с качели и сломала себе нос. Андрей, мне приходится братом. Мы сошлись на почве обедов. Один из капитанов был как раз ты, Андрёшка. И я сижу, но решила улыбнуться симпатичному тёмненькому мальчику. Я улыбнулась. С Чоком познакомились мы кучу лет уже тому назад. И познакомились мы с ним, когда ходили с собаками нашими. Андрея я знаю уже давно, лет, наверное, пять, пока работаю в Deutsche Bank. Но вот этот высокий, зеленоглазый, нахальный мужчина не взял меня к себе в команду. Моё первое главное воспоминание о моем дяде, как он раскачал меня на качелях, я упала и сломала себе нос. Сначала были одни люди, потом они менялись с другими и третьими. Вот, у нас был одинаковец Кокера. И тогда Андрей записал меня в рассылку любителей волейбола. Да? Да, он мне показался вполне таким нормальным чуве. Как-то мы вместе пообедали с Андреем, и нам это очень понравилось. Я Андрея знаю достаточно недавно, мы с ним познакомились, когда они пришли к нам в гости. Ну, я с Андреем познакомился. Я вначале начала читать комментарии. И Андрей у меня представлялся в виде Брэда Пита. И до сих пор я его иногда представляю именно так. Потом мы решили, что мы можем не только обедать, но и разговаривать на какие-то темы общие за обедом. Очень позитивный такой, вроде правильно, никаких огрехов с одним не замечено. Как позже выяснилось, мысли у тебя были такие, что... Что это такое? Это нахалка мне еще улыбается? Нет, не буду я все брать в команду. Эти блондинки думают, что если они улыбнутся, то сразу все мужчины у их ног будут. Нет, этого не будет. И Андрюшка меня не взял все в команду. После того, как познакомился со своей будущей женой, сестрой Андрея, собственно говоря. Вот обстоятельства моего знакомства. Вдруг разговор зашел за танки. Ну, я тогда блеснул. У меня тогда было 10 тысяч боев. У нас была такая с ним история. Мне было 4 года, ему был год. И начали это делать и получать друг от друга удовольствие. Ну, впоследствии все сложилось хорошо. Хоть мы играли в разных командах, но позже ты подошел ко мне. Я сказала, что я не школьница. Я студентка третьего курса. Мы познакомились с тобой, начали встречаться и поженились. Я очень рада. Позитивный, позитивный человек такой. И общение потом продолжилось. Приятно удивлен, что Андрей человек, у которого все получается. Вначале мы... У нас дома был огромный, плюшевый, коричневый медведь, который кошмарно рычал. Бильярд играли вместе, да, так тролли друг друга. Также я помню, как я прилегла на закрытую дверь. Дядя ее открывает, я падаю и получаю себе сотрясение головы и мозга. Андрей – это коллега Славы, а Слава – мой муж. Поэтому с Андреем вместе с его женой мы познакомимся одновременно. Настольный хоккей, теннис, бильярд, волейбол. Я сажала его в спортивном уголке в кольца, запихивала лапой его в кольца и звала бедного Андрея, которым был год. Я хотела сказать, что я очень рада, что Стас нашел себе такого друга. И это действительно очень сложно заводить в таком возрасте друзей, но вот так сложилось, что они подружились, и я очень счастлива. Ну и что-то завертелось, закружилось, потом первый взвод, первые братья по оружию. Человек вдруг окажется на небитаемом острове, и все эти знания, которые ценятся в этом мире. Я звала его Андрей, Андрей. Он входил в комнату, а я отпускала этого медведя. Мне очень радостно, что мой муж работает с такими замечательными людьми, потому что очень приятно видеть пример семьи, такой теплой, близкой, которая приходит и радует постоянно таким уютом и теплом рядом с ними. То есть рядом с ними прям чувствуешь такую любовь. Это было лет 11, наверное, 12, может быть. То есть Чуку было лет 15. Примерно. Науки, они окажутся не нужны, а нужно будет просто взять копье и там метнуть его, заколоть птицу и съесть. Год назад Андрей с Юлей были на дне рождения у Стаса, теперь вот мы приглашены к Андрею на день рождения. Хочется пожелать вашей семье любви. Наслаждайтесь воспитанием дочки. Вот, поэтому как бы очень хочется, чтобы они почаще к нам приходили в гости, так как мы рядом живем. Очень забавно смотреть, как Андрей пугался. То есть надо быть ловким, сообразительным, быстрым. И вот первый кандидат на выживаемость на необитаемом острове – это Андрей. Постепенно познакомившись с ним, я понял, что это очень чистый, честный и увлекающийся человек, каким я ему, собственно, и желаю оставаться всегда. Но некоторое время назад, лет 7, мы решили с ним задушевно поговорить и разговаривали на тему, кому какие страшные сны снятся. Еще раз поздравляю тебя, Андрей, с Новым годом. Я даже сам не очень особо помню. Может быть, там кто-то в кого-то что-то вообще кинул снежок или еще что-нибудь, типа этого. И после этого, собственно, стали общаться. Как-то так. Удачи? Да! Ну, в последнее время дядя очень милый. И не хочет сказать, не играйте в танк. И тут я с ужасом от него слышу, что ему всю жизнь снятся страшные сны про медведей. Андрей, Андрей, прости! Все получалось во всех твоих начинаниях. Будь. Так что, как бы, всего хорошего и приглашать нас почаще на день рождения. Раз в год. Вот так вот. Все. Андрюшка, я тебя очень люблю. Я хочу пожелать тебе, чтобы все-все-все в жизни у тебя было хорошо. Я, правда, всегда буду рядом с тобой, потому что ты самый лучший мужчина на свете. Я тебя люблю. После того, как я нашел Юлю, я стал абсолютно счастлив. А дядя Андрей, он какой? Не знаю. Хороший. Ну, а чем он хороший? Очень валят! Ну, конечно, есть еще какие-то. Они не относятся к реальному миру. Это из мира виртуального. Вы даже с пилоткой! Так ведь, сам понимаешь, в моем возрасте нужно думать о чем. Как детей ставить на ноги? Как там... Запись идет. Идет. А звук слышал? Твое? Ну, вообще, все детям, все. Все детям. А отцам уже, можно сказать, пожил. Уже повидал мир, почувствовал жизнь. Теперь все детям. Проходите, он вас сожрет. Он сожрет их. Броброе! Грустец. К gemacht. Бasmус. К geben. Продолжение следует...